всем привет друзья меня зовут макс и это тот самый проект где мы имея только 500 рублей в кармане пытаемся заработать денег на новенький игровой компьютер компьютер из прошлого видео был продан буквально пару часов назад и взяли у нас его как и хотел за полторы тысячи рублей и при этом взял его не какой-то барыга как я думал а обычный студент в общем это не важно сейчас у нас кармане полторы тысячи рублей и мы пришли смотреть одно очень интересное объявление интересно но потому что там стоит видеокарта gt 710 видеокарта которая в плане характеристик просто ужасная однако с ней хорошо продаются компы особенно дешевые выставлен этот компьютер за 3000 рублей но выставлен он за эти самые 3000 рублей с монитором я приехал сюда и у меня есть одна надежда на то что мы сможем торговаться до полутора тысяч но без монитора если это получится сделать то будет просто великолепно и сейчас мы пойдем его смотреть погнали кит пентюм дуал корни 5 300 так 3 гига ну винду там есть че переставим ты не проблема 10 в принципе все устраивает можно там внутрь по-быстрому заглянуть и в принципе никаких косяков по нему нету понял понял ну понятно да все хорошо без монитора за полторы тысячи до всего полторы тысячи а крышка него есть до крышки нету да так ну ладно ну да где-нибудь я думаю найдем так ну все тогда хорошо я забираю итак компьютер как вы можете заметить мы взяли и взяли его за полторы тысячи рублей как я и рассчитывал вроде особо проблем никаких нет только выяснилось что отсутствует боковая крышка естественно мы нам нужно будет что-то с этим решать потому что продавать комп без боковой крышки но это это бессмысленно и за дорога он не продастся также хочу отметить что он невероятно пыльный у них там дома две собаки поэтому в принципе это неудивительно еще там палочка от чупа-чупса есть где-то вдалеке ну собственно я думаю что это не такие большие проблемы как мы почистим а вот что делать с корпусом я пока что не знаю будем как-то выкручиваться с этой ситуации сейчас понесем его в офис будем детально смотреть что там и как работает да 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 но системный блок и там что то есть если да ну там вы не смотрели внутри что-то есть это нет просто компьютер у нас раньше был он стоит теперь а то есть не разбирали вопросы да все но тогда захожу запиши пожалуйста номер есть тогда мы этот как появятся деньги мы вам звякнем и посмотрим его если что возьмем короче если вы не поняли что сейчас произошло только что к нам подошла какая-то женщина спросила что это вы тут делаете мы ответили честно снимаем видео про компьютеры она сказала что у нее на балконе стоит точно такой же белый компьютер он ей в принципе не нужен и она может нам его отдать за небольшую символическую плату поэтому я думаю что после того как мы разберемся с этим компьютером мы обязательно приедем к ней в гости и посмотрим что это за компьютер и возможно даже его возьмем короче этот компьютер я не знаю то ли удачу приносит то ли еще что к нам подходит уже второй человек опять же женщина и говорит что у нее тоже есть какой-то компьютер но уже получше вот и он у нее не работает и она давно уже думала куда его пристроить я не знаю все складывается просто великолепно и ну там уже она сказала что у нее достаточно нормальный компьютер поэтому я думаю мы доберемся к нему не в следующей серии точно но опять же мы сохранили ее номер и к ней мы тоже обязательно зайдем все сейчас мы точно идем в офис итак настал следующий день компьютер мы принесли в офис и я предлагаю более детально посмотреть что же там установлено и и начнем я думаю мы с видеокарты потому что собственно в основном только из-за нее мы компьютер этот и взяли и здесь у нас по идее должна стоять gt710 и здесь gt710 пассивная между прочим от мсi и обрати внимание радиатор все снизу абсолютно чистое зато сверху офигенно большой слой пыли это естественно нужно будет все убирать она у нас на на 1 гигабайт gd r gddr 3 видеопамяти в принципе очень неплохо за полторы тысячи рублей далее процессором вы уже знаете здесь стоит intel core 2 до e5 400 вроде допол что нет 5200 хорошо здесь и 5200 на 2 и 6 гигагерца двухъядерный и 3 гигабайта оперативной памяти двумя планками видимо я конечно сейчас буду кэпом но одна видимо на 1 гигабайт а вторая на 2 это у нас samsung на 1 гигабайт и здесь по идее будет на 2 гигабайта hunix да hunix на 2 гигабайта так материнка мсi в принципе старенькая самая обычная ничего особенного и меня больше всего интересует жесткий диск какой здесь жесткий диск кстати чтобы вы понимали ночью я сегодня спал эта редкость и мне приснилось что этот жесткий диск на 160 гигабайт то есть я сейчас не шучу реально мне просто приснилось что я достаю этот жесткий диск из компа а он на 160 гигабайт мне очень интересно так это на самом деле или нет итак это у нас вестерн диджитал каваир с е на на я даже не могу понять насколько он гигов вы наверное быстрее меня уже нашли это все он 2009 года я это прекрасно вижу но это в принципе мало что нам дает ало на сколько гигабайт в смысле этот он он был сделан в таиланде на 100 же он у нас то 60 гигов прикинь он смотри 160 гб вот как я это должен был найти если бы у меня не было базовых знаний о компах я бы вообще не нашел это вот ну в принципе интересно вышло на 160 гигов сато жесткий диск далее далее блок питания почему-то он перевернутый но это fsp на 300 ватт самый обычный ничего про него особо сказать не могу корпус корпус это вообще у нас отдельная тема он без боковой крышки я не знаю как это решать вообще у меня конечно есть одна идейка мы можем попробовать продать этот жесткий диск на 160 гигов рублей допустим за 300 или ну да вряд ли его можно будет продать за больше продаем его за 300 берем какой-то корпус хотя бы с крышкой вообще любой за 100 и за 200 рублей покупаем какой-нибудь другой жесткий диск потому что иначе я просто не знаю что делать продавать его без крышки это абсолютно ужасно плохая идея вот сейчас я думаю что мы его разберем по частям почистим помоем и дальше будем думать что делать мы оба не угадали это е5 300 да компромисс нашли на 2 и 6 да я угадал смысле я знал захар что мы же помнишь чтобы когда к юле ходили у нее там этот кроме компа еще корпус пустой был какой-то как какой-то было я не помню черный был покрашен слушай а чё если мы опять к ней припремся и скажем в 200 рублей в тот раз был включен и этот корпус ух господи это похоже на доширак ты не слушай серьезно можешь попробовать с ней договориться блин тогда они не сучим можем есть продажи этого компа потом дать а слушай реально классная идея я не знаю если она нам комп отдала за 200 рублей может тогда сказать ну железяка рублей 50 стоит ну да за 100 тогда не придется жесткий продавать потому что если чем и же его ну вот я куплю корпус за 100 рублей и за 200 максимум там какой-то удроченную восьмидесятку куплю блин давай тогда так сделаем алло юль привет удобно говорить смотри короче помнишь мы когда у тебя комп забирали у тебя на стеллажах там где-то корпус лежал черный угу и он там все еще лежит да да все слушай нам нужен вот конкретно именно этот корпус мы можем либо тебе другой взамен дать белый нам просто именно черный нужен для продажи либо там не знаю можем тебе после продажи компа дать рублей сто за него в общем нам нужен именно этот корпус типа как как ты вообще окей давай тогда как информация будет и мне наберешь все паси большой юль давай ну в общем она сказала что нам перезвонит нас уже не сразу послали это уже радует и я надеюсь что мы все-таки заберем этот корпус в общем мы подошли к нашему любимому зданию в городе сыктывкаре откуда мы забираем все самые лучшие компы и в общем с юлей мы договорились на то что за 100 рублей который мы отдадим ей потом я забираю корпус сейчас так что пошли его забирать он как здесь лежал он так и лежит он все еще невероятно пыльный и и ну вроде как не мятый и компьютер в нем должен все-таки работать и кстати боковая крышка мы сначала ее не нашли и очень сильно испугались то что наш план провален однако нет вот она и крышка она вся во вмятинах каких-то царапинах я не знаю что мы с этим будем делать но судя потому что у нас нет денег ничего все крепления загнуты нужно их как-то разогнуть потому что иначе мы ее не закроем ты не знаешь случайно как вообще эти все компы здесь появились понял но это и не важно короче корпус у нас и все что нам осталось это собрать в него компьютер и продать его так что сейчас мы идем в офис это я клею крышку корпуса чтобы она не отлетала в принципе слушай корпус интересный и смотри заметь здесь все в ржавчине это ржавчиной я не знаю может быть это даже грибок в общем к этому вообще лучше не прикасаться голыми руками вот но насколько возможно было я его оттер вот и короче здесь стоял сиди привод я такой думал блин чё с ним сделать он белый фигово смотрится типа вот думал сначала покрасить у нас же осталось пол баллончика краски а потом короче смотри видишь что у этого корпуса какой сиди привод серебристый а видишь какая здесь передняя панель но я считаю что лучше ничего не могло быть это гениально так короче что делать с этим корпусом я не знаю потому что чистить его это невероятно много усилий чтобы он ну вот более-менее божеское состояние его привести крышку к нему к такому я попытался подобрать вот у нас которые были они не подходят здесь какая-то особенная крышка он весь в пыли он весь грязный ржавый упоротая передняя морда посмотрите ничего не напоминает единственное что мы отсюда возьмем это вот dvd привод все я не знаю что с ним делать мы конечно его пока оставим но я искренне хочу просто взять и выкинуть его не слушай круто что мы это в корпус взяли наверняка короче кто-то из вас напишет в комментах что типа блин ну не каждый не у каждого уже есть такая одноклассница со своей студии и блин которая может компы отдавать так согласитесь было бы глупо не воспользовался случаем то есть вот у нас есть такой корпус нам его могут отдать но мы не будем его брать потому что вот подписчики этого не хотят это согласитесь было бы глупо учитывая то что у нас нет денег это единственный вариант вообще ну может быть не единственный но самый рациональный точно в общем нам нужно что-то было решать вот с этими кнопками отсутствующими вот так нажимать на кнопку включения это так себе и мы у себя в офисе под завалами нашли вот такую кнопку насколько я понимаю она должна подойти единственное я не знаю как мы ее сюда вклеим прикрепим но в общем как-то будем думать потому что вот так но не вариант вот и теперь короче я так понимаю мы паяльником здесь увеличим да сюда и просто засунем и все смотрите что за чудо я я считаю что это идеально большая красная кнопка мы на нее нажимаем и внимание не а так я не подключила конечно я уже начал пугаться смотрим еще раз попытка номер два я считаю что это просто великолепно в общем компьютер у нас уже полностью собран и готов к работе не установил сюда windows 10 облегченную версию ссылка на нее есть в группе вк а ссылка на группу вк есть в описании мало ли кому-то будет интересно и также ради приличия я решил протестить здесь сталкер тень чернобыля просто чтобы понимали на что он способен в играх и у нас здесь высокие настройки графики статичное освещение разрешение правда не full hd но тем не менее и здесь очень даже хорошие от 100 fps то есть для такого компьютера я считаю что это просто великолепные показатели я сейчас такого не ожидал на такой-то видеокарте правда температуру видеокарты соответствующие но это пассивная система охлаждения и все вытекающие из этого проблемы но тем не менее играть возможно и при этом даже очень приятно и в принципе пользоваться этим компьютером гораздо более приятно чем прошлым и еще по поводу цены хочу сказать изначально мы хотели выставлять его за 5000 рублей но сейчас нашли одно очень интересное предложение о продаже реально крутого компа за полторы тысячи рублей и нам срочно нужны деньги поэтому выставлять его мы сейчас будем за три с половиной тысячи рублей не надеяться что его скоро возьмут подведем итоги компьютер нам обошелся в полторы тысячи рублей и за эти самые полторы тысячи рублей он достаточно мощный плюс мы просто гениально выкрутились с корпусом согласитесь это было великолепно естественно после продажи июля мы 100 рублей эти отдадим и еще по поводу объявления мы договорились с продавцом то что нам его отложат на три дня и за эти самые три дня мы обязаны продать наш компьютер что это за объявление мы пока что вам показывать не будем очень надеюсь что вы сами это увидите в следующей серии а пока что вы можете подписаться на мой инстаграм на инстаграм оператора и ждать следующей серии ребята всем пока парни только что купили наш прошлый компьютер как мы хотели за три с половиной тысячи рублей но есть один нюанс а